Приветствуем всех на нашем канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забывайте лайк, подписка, колокольчик. Для тех, кто смотрит наши видео на Facebook, благодарим за подписку на нашу страничку и за ваши лайки. Недавно у нас вышло несколько видео о потомках Османской династии и что с ними произошло после упразднения султаната и прекращения существования Османской империи. Это вызвало много вопросов о том, а что же тогда случилось с гаремом последнего султана Османской империи? Ну что ж, давайте разбираться в этом вопросе. 36-м последним султаном Османской империи был Мехмед VI. Его правление было недолгим. Он зашел на престол в июле 1918 года и в ноябре 1922 года покинул страну. Султанат был упразднен, и Османская империя перестала существовать. Гаремы последних султанов существенно отличались от того гарема, который нам показали в сериалах, и вообще от гаремов XIII-I половины XIX веков. Дело в том, что в 1847 году в Османской империи официально отменили рабство. Конечно, все мы понимаем, что принятие закона не значит, что сразу все станут его выполнять, и подпольная торговля рабами все же процветала еще какое-то время. Но вот с теми, кто жил и работал во дворце, была совсем другая история. С отменой рабства девушки больше не попадали в гарем с невольничьих рынков или захваченных территорий, а приходили в гарем сами, либо же их приводили родители, если возраст девушки был юным. В основном это были девочки из бедных семей. Они надеялись получить образование и воспитание в гареме, и шанс на новую, лучшую жизнь. То есть фактически насильно в гареме их не удерживали. Но самой большой проблемой было то, что попав в гарем в юном возрасте, мало кто представлял себе жизнь за пределами гарема, и после распада империи и упразднения султаната необходимо было искать свое место под солнцем самостоятельно. Покидая страну, Мехмед VI не взял с собой никого. Он тайно и без прощаний уехал из Стамбула, а весь его двор остался неудел. Руководство республики же не имело представления, что делать со всеми жителями гарема, ведь содержание таких сиралей затратное дело, а у самой республики не было на это ни средств, ни смысла в сохранении этого пережитка прошлого. Изначально всех жителей гарема переселили в другой дворец, и пока решения о их дальнейшей судьбе принято не было, там они и находились. Из казны государства якобы даже выделялись некие средства на их содержание, но по факту, чтобы хоть как-то прокормить себя, девушки продавали украшения и тратили сбережения, которые успели накопить за годы пребывания в гареме. Территорию, где они находились, покидать им запрещалось. Так, из по сути свободных людей, напомню, рабство было отменено, они оказались заперты под охраной без особых средств к существованию. Через некоторое время было принято решение распустить гарем. Все жители гарема, в том числе и жены султана, имели право остаться в Турции, поскольку не имели прямой принадлежности к династии османов, которых в 1924 году выслали из страны. Но среди них были и те, кто последовал за Мехмедом VI, несмотря на то, что, по сути, полутора годами ранее он их бросил на произвол судьбы. Итак, у Мехмеда VI было пять официальных жен. Эмине Маршания – первая жена Мехмеда VI. Она попала в гарем в очень юном возрасте. Впоследствии стала женой Мехмеда VI, родила трех дочерей. Эмине последовала за супругом и осталась с ним до его смерти, а после переехала в Каир, где и провела остаток своих дней. Синье Инширах. Она попала в гарем также в юном возрасте. Синье имела довольно строптивый характер, и их брак с Мехмедом VI не продлился долго. Синье подала на развод и развелась. В браке у них был лишь один ребенок – дочь, но она умерла в раннем возрасте. После развода Синье осталось жить в гареме, а после распада Османской империи была выслана в Каир. Синье предполагают, что там она покончила жизнь самоубийством. Шадье Мюведдет. Дочь абхазского Бея и третья жена Мехмеда VI, которая родила ему наследника, последовала за мужем в Италию, где и проживала с ним до его смерти. Позже еще раз вышла замуж, но брак был недолгим. Вскоре она развелась. В 1948 году Шадье вернулась в Турцию, где и провела свою оставшуюся жизнь. Ее сын скончался в 1944 году. Айше Лейла Наварре. Их брак с Мехмедом VI был недолгим, поскольку в браке не было детей, а может и по другим причинам. Ее изгнали из гарема, после чего она подала на развод, а впоследствии еще раз вышла замуж и проживала с новым супругом в Стамбуле до его смерти. Позднее вернулась к себе на родину, а события гарема 1922 года ее не коснулись, как вы понимаете. Немед Невзад. Дочь садовника и пятая жена Мехмеда VI. Их брак состоялся за год до распада Османской империи. Немед последовала за супругом в Италию и проживала вместе с ним до его смерти. Детей в этом браке не было. После смерти супруга она повторно вышла замуж. Уже в этом браке родились близнецы. А сама Немед позднее вернулась в Турцию, где проживала свои последние годы и написала книгу о гареме, жизни в нем и как сложились судьбы после гарема. Это истории жен султана. А вот с наложницами все было не так радужно. По сути, девушки оказались на улице после распуска гарема. Кто-то из них вернулся к себе домой, а кто-то стал искать себе новую жизнь за пределами привычной гаремной жизни. Естественно, никто детально не отслеживал судьбы всех жительниц гарема, за исключением жен. Поэтому известно лишь, что те, кто не захотели возвращаться домой или не были приняты родственниками, устраивались на работу как могли. Ведь факт того, что они были наложницами султана, не прибавляло им статуса. Мало кто хотел иметь дело с бывшими жительницами Сираля. Поэтому многие из них стали служительницами древнейшей профессии. С евнухами ситуация была тоже печальной. Учитывая, что в последние годы Османской империи они не имели столь значимого статуса при дворце, то и накоплений особых сделать не могли. Как, например, в период 16-18 веков, когда евнухи были достаточно богатыми людьми в империи. Оказавшись на улице, они выживали как могли. Создать семью они не могли по понятным причинам. Устроиться на работу было сложно, поскольку никто не хотел их брать. Да и вообще, они были постыдным пережитком прошлого, о котором мало кто хотел вспоминать. Вот такой была судьба последних жителей гарема Османского султана.